Всем доброго дня! Доза – основа всего. Любое упражнение можно извратить избыточной нагрузкой, и наоборот, почти любое упражнение можно сделать полезным, правильно дозируя и точно расставляя акценты. Вспоминаем марксизм-ленинизм. Владимир Ильич в письмах соратникам рассказывал, что нашел средства для поддержания здоровья в тюрьме. «Вы будете смеяться, но это земные поклоны», – писал вождь мирового пролетариата. Учитывая, сколько он съел чернильницы с хлеба с молоком и сохранил стройность, система Ильича явно работает. Теперь серьезно. Ильич понял самое главное. Заниматься собой возможно и необходимо даже в карцере. Гимнастика должна быть простой, посильной и легко дозируемой. Предпочтительно многосуставные упражнения в открытой кинематической цепи. О терминах. Минимальный элемент программы – одно повторение. Повтор. Из повторов мы строим подходы. Подход может содержать одно повторение или 10. Подходов может быть несколько. Мы разминаемся или тонизируем себя за 1-2 подхода. Стойкий тренировочный эффект получаем за 3-4 подхода. Для профессиональной работы характерны 6-8 подходов на одно упражнение. Упражнений может быть несколько за тренировку. Все определяет нагрузка. Нагрузка бывает максимальной и субмаксимальной. Это когда человек способен в одном подходе выполнить не более 3-5 повторений. Для одного человека это штанга весом 100 кг. Для другого это поворот лежа. В реабилитации надо избегать максимальной и субмаксимальной нагрузки. Рабочая нагрузка в реабилитации. Это 6 и более повторов в подходе. Лучше, чтобы повторов не было больше 10-12. Теряется концентрация. Единственно верный вариант дозирования числа повторов. Выполнив 6, вы должны точно чувствовать, что могли бы поднапрячься и сделать еще минимум одно повторение. Максимум 2. Теперь идем к построению рабочей недели. Выбираем важные для нас техники и планируем их проработать минимум дважды, максимум трижды в неделю. Допустим, это будут повторы лежа, присаживания и пересаживания. Это могут быть любые 3-4 упражнения на ваш выбор. Когда подходит время тренировки, мы делаем разминку на свободном дыхании по 1-2 подхода на какие-либо навыки, необходимые нам. Затем идет первое упражнение из трех, которое мы выбрали. Мы подбираем нагрузку условия выполнения так, чтобы уложиться в 6-12 повторений. Отдых 2-3 минуты, второй подход. Итак, 4 подхода. Перед следующим упражнением отдых 5 минут. Далее, второе и третье упражнения. В конце тренировки делаем заминку. Это как разминка, только в конце. Следующая подобная тренировка на третий, четвертый или пятый день, потому что вы устали. Вы не устали и готовы провести такую же тренировку завтра? Значит, вы делаете что-то не то. Возможно, ошибки. Возможно, вы в хроническом утомлении и уже давно просто не чувствуете усталость. Или вы выполняете упражнения без должной концентрации, не технично. Поэтому просто не замечаете, что на завтра работаете хуже. Подумайте над этим. Итак, именно сложных, напряженных тренировок не более трех в неделю. Исключение. Люди после постельного режима иногда им удается подобрать упражнения, которые они могут выполнять 2-3 раза в день. Но это явно не будет 4 подхода. Основное правило. На завтра после тренировки не должно быть неприятных ощущений в мышцах. Чем заполнить остальное время? Если вам реально нечем заняться, это плохо. Потому что у каждого человека помимо реабилитации должно быть занятие по душе. Единственное, что еще необходимо добавить, это утреннюю зарядку на 15-20 минут. Она не должна напоминать тренировку. Тут дыхание, техника, большая амплитуда движений, но без напряжения. Мы рекомендуем для этого соматические упражнения. Что еще? Бытовые навыки. Просыпание и повороты в кровати. Присаживание, пересаживание, прием пищи. Это все микротренировки. По крайней мере должны быть. Грубо говоря, если человек привлекает помощника, чтобы перевернуть страницу книги или попить воды из кружки, но при этом ноет, что ему мало тренировочной нагрузки, мне эта ситуация непонятна. Куда копим силушку? Тратить будем когда? Итак, неделя 7 дней. Каждое утро у нас утренняя зарядка. В воскресенье можно не делать. В понедельник, среду и пятницу у нас нагрузочная тренировка. При низкой переносимости нагрузки можно разбить на две и сделать часть упражнений утром, часть вечером. Но в общем случае две тренировки в день – удел профессионалов. Вторник и четверг, опять же, в исключительных случаях можно дать какую-то другую работу для мышц, другие упражнения, совершенно другие техники и уж точно не в четырех и более подходах. Во вторник и четверг работаем мягко, с большим запасом. Шаги на четвереньках, если максимум 20 шагов, делаем 10-12 и так далее. И в заключение, если у вас 6-ти часовые тренировки каждый день, вы явно делаете что-то не то. Напоминаю, что по планированию тренировочной нагрузки было много публикаций в блоге. Настаиваю, их надо пересмотреть. Если есть проблемы с выносливостью, начать надо с публикации по артериальному давлению, по пульсоксиметрической тренировки.